Всем привет! Меня зовут Инна, я рада приветствовать вас на канале Тарпан Дайджест. В прошлый раз мне очень понравилась идея о том, что вы можете смотреть эти видео за чашечкой кофе с утра. И в этот раз я решила последовать сама своему совету и сижу здесь, на балконе в Лондоне, с чашечкой чая, для того, чтобы поговорить с вами на одну очень интересную, волнующую тему. Но в первую очередь я хочу напомнить вам, что вы можете подписаться на этот канал, для того, чтобы получать уведомления о новых видео. И я думаю, что если вас волнует тема криптовалюты и блокчейна, это может быть очень даже полезно. Мне все-таки пришлось поменять локацию, потому что на балконе, где я пыталась записывать для вас это видео, оказалось слишком шумно для того, чтобы я могла собрать все свои мысли. Тема сегодняшнего ролика будет, как вы и ожидали, сегвит 2 мегабайта. Но для начала мы должны разобраться в предпосылках и причинах принятия именно этого решения и историческом пути для того, чтобы это соглашение было подписано. Если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть дальше. Для того, чтобы подготовить материалы для этого ролика, мне пришлось проштудировать огромное количество сайтов с информацией под абсолютно разными углами. Но мне кажется, будет правильным начать с проблематики. Почему, в принципе, понадобилось вводить такие серьезные изменения в протокол технологии биткоин, и что этому поспособствовало. Так вот, основная проблематика, которая и предшествовала принятию решения по поводу сегвита, это то, что транзакции происходят очень медленно и очень дорого. На всему виной размер блока. Поэтому получается, что сейчас людям нужно платить все большую комиссию за проведение транзакций, для того, чтобы попасть в очередь, чтобы эта транзакция была обработана. Кроме этого, блоки переполнены, поэтому скорость проведения транзакций занимает уже немыслимое количество времени. На сегодняшний момент, если вы хотите, чтобы ваша транзакция была проведена в первую очередь и поставлена в приоритет, вам придется заплатить больше денег за проведение этой транзакции. Так, из нескольких часов ожидания транзакции при минимальном фи стали проводиться по несколько дней, потому что майнерам стало просто невыгодно проводить транзакции с низкой стоимостью оплаты. О том, как работает майнинг, я рассказала в своем предыдущем видео. Если вы его еще не видели, советую посмотреть здесь. Оно находится по ссылке в подсказке. Но уже из того, что я успела рассказать вам за эти пару минут, понятно, что майнерам, в принципе, выгодные высокие комиссии за транзакции. Но, тем не менее, это мешает биткоину стать полноценным средством платежа. И это является огромной проблемой в его масштабируемости. Поэтому с этой проблемой нужно что-то делать. Вообще, это является ключевым вызовом для криптоэкономики сейчас. Биткоин и другие криптовалюты должны стать более применимыми в реальной жизни. Но, несмотря на все попытки, они остаются за бортом ежедневной жизни обычного человека. Давайте попробуем разобраться, что такое софтфорк и хардфорк. Если очень упростить, а я люблю упрощать, чтобы всем было понятно, это два типа установки обновлений. Но при софтфорке вы можете согласиться установить обновление, а можете не соглашаться. И, тем не менее, ваша программа, любая, если мы даже говорим не в контексте криптовалют, будет продолжать работать. Это может быть тот же самый iTunes от Apple. Вам предлагают установить обновление, но вы можете согласиться это сделать или нет. Правда, через какое-то время, возможно, ваша программа перестанет работать. И это как раз то, что называется хардфорком. Дело в том, что есть критичные изменения, которые вносятся в программу. Тогда эта программа может вам практически тоталитарно предложить внести эти изменения. Если вы не установите такой апдейт, ваша программа перестанет работать. А теперь мы готовы к тому, чтобы воспринимать информацию, поскольку мы уже знаем, что такое хардфорк и софтфорк. И начнем мы с первого раздела о Bitcoin Core и SegWit, который нам важно разобрать для того, чтобы понимать историческую значимость всех событий в развитии биткоина. Если вы немного изучали эту тему, вы, скорее всего, обретели внимание на то, что биткоин-сообщество разделилось на два лагеря. Так вот, Bitcoin Core это и есть тот биткоин, которым мы пользуемся сейчас. В команде разработчиков работают те же самые люди, и они предлагают свои концепты. Так вот, эти люди предложили свою систему исправления проблем, которые уже есть сейчас, которые мы с вами обсудили раньше, проблемами масштабируемости биткоина. И их решение этой проблемы называется Что это значит? Дело в том, что каждая транзакция состоит из трех частей. Отправитель, получатель и электронная подпись. Вот эта подпись, это и есть witness или свидетель, грубо говоря. Суть в том, что команда Bitcoin Core предлагает разделить вес транзакции и отделить от нее подписи, которые являются этим свидетелем. Это не единственный инструмент во всем комплексе мероприятий, который называется SegWit, но очень важный пункт из тех, которые нам с вами нужно попытаться понять. Дело в том, что SegWit предлагает отделить электронные подписи от уже проведенных транзакций на другой уровень, тем самым облегчив весь размер блока. Как вы понимаете, это и должно решить проблему, которую мы обсудили раньше. Ну а теперь давайте простой пример для обычного человека. Представьте себе, что каждый день вы выходите в продуктовый магазин для того, чтобы совершать там какие-то покупки. При каждой покупке в супермаркете вам дают чек. Но в принципе вы же понимаете, что нет никакой необходимости хранить абсолютно все чеки. Но это именно сейчас и происходит с блокчейном. Объем блока захламляется весом подтвержденных транзакций, в которых по сути нет никакой необходимости. Именно эту проблему предлагает решить SegWit, отделяя проведенные транзакции в отдельный слой. Таким образом мы увеличиваем фактический объем блока в 2 или в 3 раза, но не меняем его номинальный размер. Это значит, что размер блока будет все тот же 1 мегабайт, но вмещать в себя он будет намного больше. А теперь пришло время поговорить и о втором лагере, который предлагает свои варианты решения проблемы. Условно мы можем назвать его Bitcoin Unlimited. Bitcoin Unlimited предлагает увеличение самого блока. На сегодняшний день идет речь об увеличении блоков в 2 раза, с 1 до 2 мегабайт. Но впоследствии увеличение блока можно проводить бесконечно. Это звучит как простое и понятное решение, если бы не первоначальный алгоритм Bitcoin. Изменение блока противоречит одному из самых главных правил протокола Bitcoin. Поэтому такое изменение возможно повести только тем самым тоталитарным хардфорком. Или ты принимаешь условия, или выходишь из игры. И вот мы и смогли на самом деле очень быстро обсудить основные изменения, которые 2 противоборствующих лагеря собираются внести в будущем. Но что же будет дальше? Потому что несмотря на логичность в каком-то смысле каждой из этих идей, ни одна из них не идеальна. И давайте обсудим почему. Идея Segwit звучит прекрасно, но на самом деле она не идеальна по своей сути. Такие изменения могут и должны вводиться, но они не меняют основной проблемы. Но хотя эксперты, с другой стороны, уже прогнозируют необходимость увеличения блока в ближайшем будущем, идея Bitcoin Unlimited выглядит тоже далеко не идеальной. Неоднозначность методов Bitcoin Unlimited заключается в том, что в этом деле замешано немало политики. Самая большая дилемма в необходимости хотя бы частичной децентрализации, а это противоречит самой идее Bitcoin. Кроме этого, задумайтесь, сама идея отдать бразды правления в руки майнеров, которые впоследствии и смогут изменять размер блока, очень сомнительная затея, поскольку от этого напрямую зависит их заработок. Ясно одно, проблема стоит очень остро и изменения важны, поэтому на последней конференции Consensus в Нью-Йорке, которая была проведена в мае 2017 года, подписали очередное соглашение, подробный и точный вариант договора, который подписали стороны, я оставляю здесь внизу в описании. Я вам очень советую прочитать его от и до. Ну а здесь давайте попробуем разобраться, что это все-таки соглашение, какие в нем есть пункты и что это сулит для будущего Bitcoin. 23 мая 2017 года было опубликовано соглашение между основными игроками индустрии. Дело в том, что оно представляет собой некий компромисс между этими враждующими лагерями, о которых мы говорили ранее. Поэтому договоры Segregated Witness, которые мы уже обсудили, вступят в силу при 80% поддержке со стороны майнеров. Что это значит? 80% майнеров должны установить обновления, которые и внесут изменения в протокол Bitcoin. Но это не все. Почему это решение вообще является компромиссным? Если первое условие вступит в силу, придет очередь второго изменения. В течение 6 месяцев после добровольного перехода на Сигвит будет произведен хардфорк, по которому размер блока будет увеличен в 2 раза. И в силу вступят уже необратимые изменения. Договор подписала критическая масса криптоэкосистемы. На сегодняшний момент это майнеры с более чем 80% суммарной мощности, 20 миллионов кошельков и 5 миллионов долларов в обороте от Bitcoin транзакций. На самом-то деле, такое решение на первый взгляд может показаться очень сумбурным и неоднозначным. Но оно убирает главный риск разделения Bitcoin на две отдельные ветки. Даже гипотетическое разделение Bitcoin на два лагеря понесет с собой огромные репутационные экономические потери и сможет отбросить индустрию, собственно, нам несколько лет назад. Поэтому нам всем это очень невыгодно. А пока нам только остается, что запастись попкорном с терпением и ждать, что же произойдет в следующие полгода или чуть больше. На сегодня у меня все. Я очень надеюсь, что я помогла вам разобраться, что же такое сегвит 2 мегабайта и немного пролить света на истину в этом вопросе. Ну, а я по традиции предлагаю вам поставить лайк или дизлайк этому видео и подписаться на канал, если вы хотите получать уведомления о новых видео. Также я приглашаю вас в наш Telegram-чат для интересных обсуждений блокчейна, криптовалют. Ссылка на него находится в описании. А еще у меня есть для вас маленькая просьба или предложение. Если у вас есть вопросы для меня, на которые вы хотели бы, чтобы я ответила, цензурные вопросы, сразу оговорюсь, присылайте их здесь в комментариях или в мой Telegram-канал. Я думаю, что таким образом мы сможем познакомиться поближе и, возможно, получится интересное видео для вас и для меня. А сейчас я хочу пожелать вам хорошего дня и грандиозных и интересных приключений на этой неделе. До встречи в новом видео и в чате!